Зомби. Стадное чувство? Или доверие под гнетом пропаганды? Или расплата за невозможность или нежелание контролировать свои желания? Доведя все до крайности, быть заложником и свидетелем в теле монстра. В 2015 вышло много хороших игр. Но речь сегодня пойдет о Died Light, вышедшей 27 января, проект, который геймплейно выделяется, по крайней мере, в своем жанре и тематике зомби. Игра начинается с кабины самолета и краткого инструктажа о том, что протагонисту нужно получить данные с исследованиями вируса у Кадыра, ранняя политика, ныне террориста. Затем прыжок с парашюта и неуклюжее приземление, чтобы с самого начала показать, кто злой, а кто хороший. После неоправданного насилия в адрес главного героя Кайла Крейга, его вдобавок еще и зомби кусает. Нас спасает парень Амир, который жертвует собой и девушка Джейд. Так мы попадаем в ряды выживших в башне, в огражденном стенами городе Харон, который под риском бомбардировки, но пока в регулярной основе сбрасываются основные припасы и изредка антизин, аналог Зомбракса из Dead Rising 2. После спасения Крейг, оскорбившись термином «ленивый» в свой адрес, спешит доказать обратное, вызываясь на все задания. Ну и конечно завоевать доверие Джейд, главы башни Харриса и остальных, параллельно держа в голове задания агентства ВГМ. В одном из поручений, которые Крейг выполняет ночью, в это время появляется особый вид врагов, которые напрямую быстрее Крейга и отправляют загрузку с одного-двух ударов, тем самым заставляют нас проявлять все навыки местного паркура. В одном из поручений Крейг вынужден уничтожить антизин, в котором нуждалась башня, чтобы получить возможность встретиться с террористом Кадыром, у которого данные с исследованиями вируса. Им оказывается Райс, местный хладнокровный психопат, теперь Кайл будет выполнять работу для Райса за антизин. Но платят нам мало, и Кайл с Джейд хотят ограбить нанимателя. Впоследствии для Райса мы главный враг. Вторая половина посвящена остановке бомбардировки города и поиску вакцины. Сюжет, правда, неинтересный в плане диалогов и катсцен, но хорош в плане локации и постановки миссий. Не хватает быстрых перемещений. Геймплейно это смесь Mirror's Age и Dead Island, хотя сейчас такое сравнение, наверное, кажется странным, когда игре уже исполнилось 8 лет. Лично мне игровой процесс очень понравился, больше чем сюжет. Вот. Оружие слишком быстро ломается, из-за этого кажется, что зомби-крепки как будто разбиваешь кокос ржавой мачете. Спасать только огнестрел. Патронов достатки, нужно только не забывать закупаться в магазине. Оружие мы получаем примерно в середине сюжета, и оно не покинет нас до конца, если только сами не продадим. Но смысла нет, самые сильные громадины валятся с одного-двух отшотов, обычные с одного, а ножом битые мачете и так далее приходится бить, пока не сломается оружие. Их можно усилить, но нужно собирать ресурсы, взламывать замки и прочее говно, проще огнестрел. Из-за нестандартного автоприцела на PS4 стрелять стало прикольней. Например, уже вошло в привычку, что на консолях, в играх от первого лица, именно от первого, почти все пользуются автоприцелом. И весь его принцип состоит из «зажми L2, автоприцел захватит цель, нажми R2 для победы». И это довольно уныло с точки зрения навыка, игрок толком ничему не учится. В этом жанре ПК будет получше. Но в «Dightlight» захват цели – это небольшая область. И очень тонкая, если стандартный прицел немного выше головы, то при нажатии R3 прицел ненадолго захватит голову. Если ниже, то область груди. Мне это больше понравилось, чем в «Far Cry», «Call of Duty» и так далее. Но я не ругаю «Far Cry», «Call of Duty», у них свои особенности. Дополнительные задания в «Dightlight» неплохие. Помогает исследовать открытый мир, правда, мир не особо интересный. В конце сюжета можно открыть крюк-кошку, что сильно упрощает перемещение по миру. Поэтому советую оставить все дополнительные задания до прохождения сюжета. Но ориентируйтесь на себя. Лично я после сюжета на какое-то время потерял интерес к игре, пока не захочу вернуться ради геймплея. Ведь ради этого мы играем. В играх геймплей всегда будет на первом месте. Хотя кинофаренгейты со мной поспорят. Всем спасибо. Всем пока.